Привет всем! Сегодня я делаю сырники. У меня есть вот такой творожок зернистый, он уже смешан с йогуртом. Беру коробочку 200 грамм, потом я беру еще рикотту, это 250 грамм. Значит жирность творога 4,5, а рикотта 12%. Одно яйцо 100 грамм семула, это как наша манка примерно. И 2 ложки изюма. Вот такой у меня состав. Ну вот я смешала все ингредиенты, я не добавляю никакого ароматизатора, ничего. Я люблю так, натурель. Вы можете добавить. И теперь эта масса должна отправиться в холодильник приблизительно 30-40, а можно даже и еще лучше час на вызревание. Чем лучше пропитается семула и чем лучше она набухнет, тем нежнее будут сырники. Хотя они и так и так будут нежные из-за рикотты, но лучше, когда семула пропитается и набухнет достаточное количество времени. Вот налила в сковороду немножко масла. Сырники формирую с помощью 2-х ложек. Вот так. Приблизительно форма. Не обязательно идеальная. Но главное не добавлять больше ни муки, ни семы. Тогда они не будут резиновыми, а именно будут очень нежными. Вот так они у меня жарятся. Я сейчас их накрою крышкой. И на маленьком огонечке, чтобы они хорошо пропеклись. Вот уже перевернула и опять накрою немножко крышкой. Вот такие сырнички получились. Я люблю их с медом, кто-то со сгущенкой, кто-то с шоколадом, кто с чем. Они очень нежные внутри, хотя может быть не идеальной формы, но вкус отличный. Это просто гарантия. Поливаю их медом. Я люблю с медом. Ой, как вкусно! Такой запеченный-запеченный нежный творожок внутри. И изюм. Я очень люблю изюм.